До сих пор на полях республики снег, бедный стоит. Это очень приятно для нас. Под таким солнцем, если бы раскрылись поля, еще бы и работать невозможной температурой, и влага уходила, это было бы для нас неприятно. Скорее всего, потепление придет сначала к следующей неделе, после числа, скажем, 5-6. И начало таких первых шагов по весенне-полевым работам, я имею в виду подкормку, первые поронования, многолетних травм, эти работы, скорее всего, начнутся во второй декаде, может быть, даже в конце второй декады. Обычно для республики благоприятно считается вот тот отрезок весны, когда мы с числа 10-15 начинаем активно весенне-полевые работы, и уже близки к завершению этих работ, к майским праздникам. В этом году мы оцениваем весну как среднее. Среднее. Хотя вот вчера прошла информация, в Зайонский район, уже первую подкормку по черепу, а зимы на первых полях, значит, такую работу, такая выборочная работа, это еще не говорит, что в республике начались все неполевые работы. Готовились очень ответственно. Мы значительные финансовые средства привели на проведение этой кампании. В порядке 10 миллиардов рублей мы привели только кредитных ресурсов. Кроме того, первый транш получили федеральные поддержки государственные. Суме чуть более миллиард рублей. Еще полмиллиарда предстоит в апреле, в первые декады получили. Из республиканских бюджет у нас деньги, которые непосредственно работают на пассивную кампанию. Это тоже в порядке чуть более миллиарда рублей, миллиард 100 миллионов. Мы их тоже получили, хозяйством довели, во всяком случае, через районное отделение федерального республиканского начинства. Они до конца марта месяца будут доведены на расчеты счета 75-й республики. Площадь пассивная мы планируем сохранить на уровне прошлых лет. Какие бы они трудные не были, мы их не уменьшали. Порядка 3 миллионов гектаров у нас в пассивной площади. Вы можете задаться вопросом, а почему он заявляет 3 миллиона 400 тысяч гектаров пассивной, а в пассивной всего лишь 3 миллиарда миллиона гектаров. У нас порядка 350-400 гектаров работают как чистые пары, я именно отдыхаю. для следующей кампании осеннего села. В этом году наши поля более насыщены влагой. В метровом слое мы имеем от 175 до 200, даже чуть более, миллиметров в пропутинную влагу. Для нас это очень важно. И плюсом еще на нас работает вот такая погода, когда на полях республики пока стоит снег. Это значит, что влага, она как продуктивная, как чемодан сохраняется для хлебов, скажем, для наших пассивов будущих. И мерзлые слои почвы в этом году не значительно. По многим полях вообще мерзлых и нет. Поэтому вот тот снежный покров, он очень влажный в этом году, поскольку зима была теплая и много было смешано, скажем, снег с дождем. Поэтому надеемся, даже и это влага зиме казаков, она перейдет в продуктивную и будет работать на урожай. Субтитры создавал DimaTorzok